Индийский океан Капитан первого ранга Виктор Гокинаев решил воспользоваться ситуацией и с помощью необычного маневра провести тренировку для ракетчиков. Пройдя экватор, он увеличил ход, чтобы оторваться от Мидуэя. Его командир тут же поддался на военную хитрость и на полном ходу устремился за Минском. Гокинаев только этого и ждал. Я сбрасываю скорость, он приближается на дистанцию порядка 400 километров. Я разворачиваюсь, провожу электронные пуски, то есть выполняю ту задачу, которую я себе восставил. Один из крупнейших американских авианосцев Мидуэй был условно потоплен уникальными сверхзвуковыми противокорабельными ракетами П-500 комплекса «Базальт». Нам известно было, и публикации были на эту тему, когда появился комплекс П-500, что рекомендовано, например, тем же авианосным соединением американским, значит, стараться не подходить близко вот на дальность известную им тогда уже, значит, стрельбы. Тем более такой с избирательностью, с наведением, с закоточным. Но оружие тоже в определенной степени сдерживание. Оно работало, работает, и мы уверены, будет работать. Сегодня российские корабли, в том числе и тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», вооружены еще более мощными комплексами. Плавучими аэродромами во всем мире называют авианосцы. И это не случайно, ведь их основное оружие – вертолеты и самолеты. Но это не главное, что отличает огромные по размерам корабли. На их борту размещено большое количество и другого вооружения. Среди них противокорабельные и зенитные ракетные комплексы, артиллерия, торпеды и бомбы, средства радиоэлектронной борьбы, гидро- и радиолокации. Поэтому российские авианосцы названы тяжелыми авианесущими крейсерами. О секретах ударной мощи отечественного авианосного флота и особом пути его развития впервые расскажет наш фильм. ЩИТ АВИАНОССЯ 1967 год. Вечером 20 октября президент Израиля Залман Шазар был потрясен докладом военных. В районе порт Саида пошел ко дну флагман флота эсминец Эйлат и почти 50 человек экипажа. В него попали три противокорабельные ракеты «Термит» советского производства, которые выпустил катер ВМС Египта. Бар-высотомер поддерживал высоту полета 400 метров. Вот когда головка самонаведения там в 10-20 километрах захватывала цель, этот бар-высотомер отключался от управления и полого пикировала ракета на цель, поражая ее в конечном итоге. Информацию об этом событии получили и в Москве. В тот период правительство уже приняло решение о создании первых авианосцев с базированием уникальных самолетов вертикального взлета и посадки ОКБ «Яковлево». Эти корабли должны были заменить противолодочные крейсеры вертолета «Носсы» типа «Москва», предназначенные для борьбы с субмаринами НАТО. Ну давай, получим сигнал об обнаружении подводной лодки противника. Но случай с израильским эсминцем впервые ярко показал преимущество противокорабельных ракет в морском бою. И советские военные решили в корне пересмотреть вооружение и задачи будущих крейсеров. К каждому конфликту, который возникал на море, мы его изучали предметно и с точки зрения ракетного использования детально изучали и делали выводы. В апреле 68-го главнокомандующий военноф Сергей Горшков уточнил задание Невскому ПКБ на проектирование первого авианосца. В секретных документах он именовался как противолодочный крейсер с авиационным вооружением. Перед главным конструктором Аркадием Мариничем была поставлена нелегкая задача – создать новый корабль на основе вертолета НОССА водоизмещением не более 15 тысяч тонн. Кроме того, крейсер должен был обеспечивать уже не только поиск подлодок, но и наносить авиационные удары по надводным и береговым целям, а также поддерживать десант. Для этого, помимо 20 летательных аппаратов и усиленного зенитного вооружения, на нем впервые требовалось разместить противокорабельный ракетный комплекс «Малахит». Но найти свободные площади под пятитонные ракеты не удалось. В итоге было решено создать совершенно новый корабль. В 1969 году международная обстановка в мире была чрезвычайно напряженной. Произошли ожесточенные вооруженные конфликты на советско-китайской границе. После введения войск стран Варшавского договора в Чехословакии, командование блока НАТО резко увеличило ударную армейскую группировку в Европе. Ее ракеты за 20 минут могли поразить важнейшие объекты в центральной части Советского Союза. После окончания Второй мировой войны империалисты США начали сколачивать агрессивные военные блоки, направленные против Советского Союза и других социалистических стран. В 1945 году в НАТО была принята Западная Германия. Возрождался Бундесвер. На командные посты в НАТО были назначены Хойзингер, Шпейдель и другие бывшие гитлеровские генералы. В этих условиях в июле 1969-го Леонид Брежнев созвал Совет обороны, на котором была принята доктрина гарантированного ракетно-ядерного удара в ответ на возможную агрессию. Если был Совет обороны Советского Союза под Ялтой, то главком Сергей Горжков доложил и назвал ракетизацию флота, в том числе крылатыми ракетами, вооружениями противокорабельными, как одну из главных национальных программ. В числе приоритетных объектов развития оказался военно-морской флот. В результате решения Совета обороны позволили конструкторам ОКБ-52, позже переименованного в НПО машиностроения, создать новый универсальный противокорабельный комплекс «Базальт». Комплекс этот был сдан, «Базальт», на вооружение после проведения испытаний летных на подводной лодке 675-го проекта. Ракета комплекса «Базальт» имела массу более 6 тонн и впервые могла доставлять к цели 500-килограммовую ядерную боевую часть со скоростью в 2,5 раза превышавшую скорость звука. Сбить ее не мог ни один корабль или самолет НАТО. Ведь полет ракеты проходил по сложной траектории, а защиту от средств ПВО обеспечивали частичное бронирование и система радиоэлектронного подавления. При этом цели указания она могла получать как от собственных корабельных средств, так и от системы «Успех», которую несли морские вертолеты и самолеты. Вопрос цели указания для современных комплексов, он стоял очень остро, потому что ракеты имели большую дальность, а для такой дальности нужно действительно иметь очень точное цели указания. Ну как его можно получить? Ну разумеется, аэросъемкой. Для этого был сделан комплекс «Успех», самолетный комплекс, который давал цели указания для комплекса с крылатыми ракетами. Уникальный комплекс «Базальт», не имеющий аналогов на Западе, было решено установить не только на атомных подлодках и ракетных крейсерах, но и на новом авианосстве. Дальность стрельбы его ракет составила более 500 километров и в два с лишним раза превышала радиус действия палубных штурмовиков. Таким образом, крейсер мог перекрывать район ПВО авианосных группировок НАТО и успешно защищать соединение своих кораблей. На «Базальт» легла основная задача по прикрытию дальней зоны обороны авианосца. У американских авианосцев нет ракетного комплекса, у нас есть ударный ракетный комплекс. Но, будучи американским адмиралом, я бы никогда не подошел на дальность ракетного комплекса, удара ракетного комплекса. Первый советский авианосец получил наименование «Киев». Его построили на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве по новому проекту 1143, разработанному Невским ПКБ. Корабль сдали флоту в декабре 75-го. В том же году приняли на вооружение и противокорабельный ракетный комплекс «Базальт». Летом 1976 года сирийские войска вошли в Ливан с целью прекратить гражданскую войну в этой стране. Сразу же ее побережью выдвинулись корабли 6-го флота США. Трабль вошел в Лугейское море. Дать 18 узлов. Внимание! Прослушайте информацию. 6-й флот США, который обосновал Средиземное море, принес на бордах своих кораблей тревогу и беспокойство. Военные корабли СССР вошли в Средиземное море в связи с провокационной активностью 6-го флота США. Чтобы поддержать союзную Сирию, руководство СССР направило в район отряд боевых кораблей во главе с авианосцем Киев. В 1976 году, когда авианосец Киев отправился в свой первый дальний поход, на него смогли принять всего 6 новых штурмовиков Як-36. Но чтобы запутать западные разведки, их бортовые номера после каждого вылета перекрашивались на новые. Военная хитрость удалась. Журнал американских ВМС «Проседис» опубликовал данные о том, что на советском корабле базируются более 60 самолетов. Появление Киева в Средиземном море заставило США отвезти свои силы от Ливана. При встрече с этим крейсером американские моряки не смогли скрыть свое восхищение. К нам подошли американские корабли, которые прошли буквально в 100 метрах по борту. При этом вся команда американских кораблей была выстроена вдоль борта. И оттуда раздавались на ломаном русском языке различные приветствия. Я не помню уже, конечно, какие, но это было приятно. Для поиска субмарин первый авианосец располагал помимо 20 вертолетов двумя мощнейшими гидроакустическими станциями – подкильной и буксируемой. А для уничтожения подлодок – ракетоторпедным комплексом ВИПа, двумя ракетно-бомбометными установками и двумя торпедными аппаратами. Управление всем противолодочным оружием корабля осуществляется системой приборов управления стрельбой «Спрут». Свои уникальные противолодочные возможности крейсер «Киев» продемонстрировал в другом дальнем походе в Средиземном море. Совершенно секретно, срочно. 28 января 1978 года. Москва. Главнокомандующему ВМФ СССР, адмиралу флота Советского Союза Сергею Гошкову. У французского острова Корсика происходила смена атомных подводных ракетоносцев НАТО. В это время крейсер «Киев» обнаружил один из них с помощью подкильной гидроакустической станции «Орион» на максимальной дальности 48 километров. Организовал слежение за субмарины кораблями охранения и вертолетами. Командир 170-й бригады противолодочных кораблей Северного флота, капитан 1-го ранга Алексей Скворцов. Всего через несколько минут после начала преследования субмарины противника, командир Киева Юрий Соколов понял, что это не главная цель. Настолько вот талантливый и просто, наверное, от Бога был противолодочный командир корабля Соколов, капитан 1-го ранга, что он говорит, что по характеру маневрирования это многоцелевая лодка, потому что градиент наращивания скорости у нее не соответствует. Вот вот тяжелой корове, которая идет. Ищите дальше. Чутье не обмануло Юрия Соколова. Вскоре вертолеты и БПК маршал Тимошенко обнаружили американский подводный ракетоносец, который умело прикрывала многоцелевая лодка. Советские корабли взяли основную цель на прицел и начали многочасовое преследование. Но тут на помощь подводникам пришло командование НАТО. С территориальных вод Франции выходит фрегат и начинает выписывать такие пируэты перед носом корабля, опасное маневрирование, сигнал о производстве. Мы получаем на борт семафор следующего содержания, что ваш курс ведет к опасности, вашу безопасность не гарантируем. Однако провокационные действия французского фрегата ничуть не смутили командира советского авианосца. Ответ последовал незамедлительно. На всю оставшуюся, наверное, флотскую жизнь меня эти слова распирают чувством гордости, замудрости и мужества наших командиров, которые в то время выводили корабли в море. Юрий Георгиевич сказал, пишите им, наша безопасность гарантирована всей мощью Советского Союза. Как только французский фрегат получил такой ответ, он тут же поспешил укрыться в своих территориальных водах. А экипаж Киева продолжил погоню за американским подводным ракетоносцем и установил свой первый рекорд. Субмарина находилась под прицелом советского авианосца более суток. Я вам должен сказать, что не было ни одной провальной операции, чтобы мы не обнаружили американские подводные лодки. В 70-х, 80-х годах в состав Советского флота вошли еще три авианосца проекта 1143. И если Минск и Новороссийск, подобно Киеву, имели по четыре спаренные пусковые установки комплекса «Базальт», то на Баку впервые установили сразу шесть таких установок. Возросшая ударная мощь кораблей позволила главному командованию ВМФ переклассифицировать их в тяжелые авианесущие кресла. Отныне они были обязаны не только прикрывать соединение своих надводных кораблей, но и обеспечивать развертывание в океане стратегических подводных ракетоносцев. Советские авианосцы стали многоцелевыми. За освоение первого авианосца командование ВМФ представило командира Юрия Соколова к званию Героя Советского Союза. Но случилось непредвиденное. Северный флот проверила инспекция Минобороны во главе с маршалом Кириллом Москаленко. Естественно, что легендарный армейский военачальник решил выйти в море на самом большом и современном крейсере Киев. Забыв, что на корабле может быть только один командир, он попытался взять управление авианосцем на себя. Когда маршал приказал поднять в воздух сразу все самолеты, он встретил отпор со стороны капитана первого ранга. Жизнь летчиков оказалась в опасности. Соколов не без труда убедил Москаленко в том, что маршал вовсе не командир корабля. В результате в списках тех, кто должен был получить в 1977 году высокое звание, Юрия Соколова не оказалось. К началу 80-х годов СССР сумел не только достичь стратегического паритета США, но и в полтора раза превзойти их по числу баллистических ракет и кораблей-носителей ядерного оружия. Однако противостояние флотов на море продолжалось. В его эпицентре оказались новые советские авианосцы. Накал тех событий передан в художественном фильме «Одиночная плава». Мы с вами на борту Нимитса, в западной части Тихого океана. Здесь командующий эскадрой адмирал Робинсон, контр-адмирал Павелли, его ближайшие помощники. А теперь, видите те корабли? Это русские корабли. По нашим данным, на подходе к ним авианосец Новороссийск, у русских тоже очередные маневры в этом районе Тихого океана. Корабли постоянно следят друг за другом. Они находятся всегда в боевой готовности. Летом 1980 года разразился ожесточенный вооруженный конфликт между Таиландом и Камбучи. Боевые действия с большими потерями со стороны, в частности, Камбучи. Таиландцы там не просто воевали, они, мягко говоря, убивали людей, вплоть до мотыгами убивали. И количество убитых там что-то превышало десятки тысяч человек. В то время на боевом дежурстве у берегов Юго-Восточной Азии находился советский авианосец Минск. Руководство СССР приняло решение оказать помощь дружественному народу Камбучи. Совершенно секретно. Срочно. 28 июля 1980 года. Тихий океан. Командиру тяжелого авианесущего крейсера Минск, капитану первого ранга Виктору Гокинаеву. Я не знаю. Приказываю следовать в Сиамский залив, не нарушая территориальных вод Таиланда и Камбучи. По прибытии в район вести интенсивные полеты самолетов и вертолетов на боевое применение. Главнокомандующий ВМФ СССР, адмирал флота Советского Союза Сергей Горшков. Рейсер Минск в сопровождении большого противолодочного корабля Петропавловск оперативно прибыл в зону конфликта и приступил к выполнению боевого задания. У меня на борту было порядка 20 самолетов и, значит, так, где-то порядка 14 вертолетов эскадрилья. Вот мы вышли туда с боевым применением самолетов по брунной мишени. Как только советская авиация поднялась в воздух, а корабли выполнили учебные стрельбы, Таиланд прекратил боевые действия. Конфликт стал затихать, что вызвало благодарность руководству СССР от правительства Камбучи. Все страны, куда мы заходили, представители приходили, говорят, ой, ребят, как хорошо. Вы не представляете, какую мы поддержку получаем. Пришел авианосец целый с группировкой со своей, и сразу те, кто там какую-то голову еще поднимал в процессе эволюции этих стран, то они уже, так сказать, присмиревали. Просто присутствие, оно уже влияло, свою роль играло. В течение двух с половиной месяцев Минск патрулировал в Сиамском заливе, где проводил интенсивную учебно-боевую работу. Это вызывало интерес в Пентагоне. Но советский авианосец не позволял американцам вести разведку. Его штурмовики дважды перехватывали стратегический бомбардировщик Б-52 и самолет-шпион Орион. И выводили их в зону учебного огня средств ПВО союзного Вьетнама. Был же приказ главкома о том, что корабль территория Советского Союза, и все воздушные суда иностранные должны вытесняться. Ну вот мы их там, как могли бы, вытесняли. Вести разведку попытались и БВС Таиланда. В августе 1980 года, когда советский авианосец Минск находился в нейтральных водах у границ Кампучии, тайландский самолет-разведчик грубо нарушил международные правила. Он заложил вираж и нормально ходил надо мной. В тот период, когда у меня шла подготовка к полетам на следующий день. Вектор Гокинаев немедленно поднял в воздух дежурное звено штурмовиков Як-38. Как только самолеты мои взлетели, набрали и начали его оттеснять, он удалился в сторону своего побережья. Ну и на этом как бы все закончилось. Самолеты возвратились. На следующее утро, когда на авианосце шли плановые полеты, командир был вызван на связь с Москвой. Как сейчас помню, запрашивает оперативный дежурный военно-морского флота. По имя и отчеству называет, Виктор Александрович, как у вас обстановка для доклада главнокомандующему. Ну я отложил, что полеты идут нормально, 36-й самолетовылет, замечаний нет. Переспрашивает меня, вот тут поступила к нам телеграмма МИД, через МИД, что я зачитываю вам, советский авианосец Минск, вошел в территориальные воды Таиланда, бомбардирует побережье, сбил разведывательный самолет, дословно. Будьте добры, доложите, как это все было. Виктор Гогенаев подробно объяснил ситуацию и подчеркнул, что он патрулировал в нейтральных водах и строго выполнял приказ главнокомандующего ВМФ Сергея Горшкова. А после вытеснения самолета-разведчика за пределы авианосца средства ПОО корабля нарушителя не сопровождали. Докладывает главкома, и через некоторое время идет ответный. Главнокомандующий выражает свое удовлетворение вашими действиями. Вот, собственно, на этом инцидент был исчерпан. После этого случая ни один иностранный самолет-разведчик не рисковал приближаться к советским кораблям. Эксперты НАТО хорошо знали о том, что для борьбы с воздушными целями, помимо легких штурмовиков на авианосцах типа Киев, имелись и эффективные зенитные ракетные комплексы «Шторм» и «Оса». Вместе с 76-ти и 100-мм арт-установками ленинградского КБ «Арсенал» они обеспечивали оборону крейсеров в средней зоне до 30 километров. Если АК-726, где-то у нее порядка 100-150 выстрелов в минуту, то АК-100 60 выстрелов в минуту. Но это и другие массы совершенно. Аналогов, честно говоря, у иностранцев по мощности и по боезапасу нет. В ближней зоне самообороны авианесущего крейсера до 5 километров прорвавшиеся к нему противокорабельные ракеты и самолеты противника могли достреливать 8 шестиствольных 30-мм зенитных автомата АК-630 Тульского КБТ. АК-630. Очень толковые, хорошие установки, скоростерельность которых составляла порядка шести тысяч выстрелов в минуту. Практически цель, они не просто попадали в цель, они ее разрезали пополам, как ножом. В середине 82-го произошел вооруженный конфликт между Аргентиной и Великобританией за Фолклендские острова. В ходе него с помощью противокорабельных ракет было уничтожено пять кораблей и судов. Этот опыт учли конструкторы Невского ПКБ при создании более крупного пятого авианосца, который был заложен осенью того же года. В отличие от предшественников, крейсер, впоследствии названный адмирал флота Советского Союза Кузнецов, впервые получил не только новое ударное оружие, но и самолеты с обычным взлетом и посадкой. Кузнецов раньше для меня был промежуточным необходимым этапом для того, чтобы мы могли, я имею в виду мы, это и военно-морской флот в первую очередь, и мы кораблестроители, накопить опыт использования палубной авиации в ее нормальном понимании, как мы понимаем, палубной авиации. В декабре 1990 года тяжелый авианесущий крейсер адмирал Кузнецов вошел в состав Советского военно-морского флота. Под палубный ангар авианосца способен вместить три железнодорожных состава. Еще на стадии проектирования планировалось, что здесь будут размещаться 16 вертолетов и 36 истребителей. Все они имели разные габариты, но по результатам испытаний из трех типов самолетов на крейсере оставили всего два. Корабельный Су-33 и учебно-боевой Су-25. Винтокрылые машины были представлены вертолетами К-27. Поэтому в огромном ангаре возможно размещать не только летательные аппараты и спецавтомобили, но и дополнительный боезапас или полк морской пехоты. Кроме того, там проходит построение экипажа авианосца и даже футбольные матчи. В декабре 1991 года Украина заявила о выходе из состава СССР и о претензиях на Черноморский флот, а также союзные военные объекты, расположенные на территории республики. Чтобы сохранить авианосец адмирал Кузнецов в составе флота, главное командование ВМФ оперативно перевело его из Севастополя к месту постоянного базирования Североморска. Но вскоре прекратил свое существование Советский Союз и Россия оказалась в тяжелейшем экономическом положении. Когда наступают тяжелые времена и идет падение, мы пережили страшные времена 90-е годы, тогда, конечно, возникает инерционность как бы отрицательного порядка. Оставшись без Черноморского судостроительного завода, который расположен на Украине, Россия не смогла ремонтировать авианосц. В итоге четыре крейсера проекта 1143 были проданы за границу, в том числе три из них на металлолом. Одновременно пришлось отказаться от достройки в Николаеве еще двух авианосцев, один из которых, Ульяновск, был атом. Руководство завода обратилось к президенту Украины Кравчукову. И Кравчук сказал, что если России не нужен этот корабль, я вам разрешаю его разрезать, а стапель использовать по своему усмотрению. Но Китай, которому достались три бывших советских авианосца, не уничтожил их. Сегодня эти корабли служат в качестве пособий для создания авианосного флота. Четвертый крейсер приобрела и модернизирует в Северодвинске Индии. А в России остался и интенсивно эксплуатируется единственный авианосец Адмирал Кузнецов. За прошедшее время корабль помог не только сохранить корабельную авиацию, но и успешно выполнить задачи в четырех дальних походах. Когда мы проходили Гибралтар, мы получили телеграмму от командующего шестым флотом США вице-адмирала Дональда Пилинга «Добро пожаловать в Средиземное море». Когда мы доложили адмиралу Касатонову эту телеграмму, то ответ вице-адмиралу Пилингу был такой «Мы пришли домой». Подпись Касатонов. И действительно, через некоторое время мы начали полеты палубной авиации. Многофункциональность и насыщенность авианосца Адмирал Кузнецов различными современными комплексами вооружения сделали его самой сложной боевой системой не только в российских вооруженных силах, но и в мире. Все ее элементы тесно взаимодействуют, словно форты океанской крепости. Помимо истребителей, для дальней зоны обороны гигантского авианосца на борту впервые разместили 12 подпалубных пусковых установок противокорабельных ракет П-700 ударного комплекса «Гранит». Теми же ракетами были вооружены атомные подлодки и крейсеры типа «Петр Великий». «Гранит» – результат развития принципов, использованных при создании базаря. Но он уже имел повышенную дальность 700 километров и сверхзвуковую скорость. На флоте он стал первым комплексом оперативно-тактического назначения. За истекший период нами было сдано на вооружение более десятков комплексов с крылатыми ракетами. ракеты всегда имели высокую боевую эффективность. В чем главное преимущество этих ракет? Это прежде всего их сверхзвуковая скорость полета и большая дальность стрельбы. Уникальность комплекса «Гранит» состоит в том, что каждая из его ракет автономна. Ее бортовая система управления построена на основе мощной трехпроцессорной вычислительной машины и использует несколько информационных каналов. Это позволяет ей успешно разбираться в сложной радиоэлектронной обстановке и выделять истинные цели на фоне любых помех. В полете ракетная группа напоминает «Тичу Старр», где одна из ракет выполняет роль вожака и занимает более высокий эшелок. В случае поражения лидера его место занимает другая ракета. При подходе к авианосной группе или береговым объектам противника система управления назначает каждой ракете свою цель. И после выполнения тактических приемов уклонения от средств ПВО они их уничтожают. Подобных ракетных комплексов на американских кораблях, в том числе авианосцах, не существует. Универсальность корабля, наверное, если у них чистые авианосицы и по водоизмещению и по составу авиакрыла они нас превосходят, то у них нет ударного оружия. А у нас вот универсальность это вот и наше превосходство в этом плане. То есть мы можем наносить удары соответственно по противнику самостоятельно, а они только с прикрытием таким вот либо. Высокую точность поражения целей граниту обеспечила система морской космической разведки и целеуказания «Легенда». Она заменила более уязвимую для средств ПВО авиационную систему «Успеха». Комплекс «Легенда» опирался на данные, которые передавались с искусственных спутников Земли. Спутник радиолокационный, первый в системе морской разведки целью «Казани» был оснащен ядерно-энергетической установкой. А второй спутник, который летал на высоте 450 километров, был оснащен солнечным батареем и явился радиотехническим. Он обнаруживал на авианосцах приводные станции. И поэтому признак обнаружил авианосно-ударное соединение. А радиолокационный давал цель-указание совершающий способ по тем временам 50 метров и было достаточно для внесения удара ядерной ракеты. Эшелонированную оборону российского авианосца в средней зоне дополнили 24 пусковые установки многоканального зенитно-ракетного комплекса «Кинжал». Его телеуправляемые ракеты унифицированы сухопутным ЗРК «ТОР». «Кинжал» был создан в московском НПО «Альтаир» и способен поражать любые воздушные цели на дальности до 12 километров. «Кинжал» комплекс очень неплохо показал себя на последних учениях. Способен сбивать даже малые двухметровые длиной 2 метра ракеты-мишени. Ближнюю зону самообороны авианосца «Адмирал Кузнецов» в радиусе 8 километров прикрыли от субмарины торпед активно-бомбометных установки комплекса «Удар». От скоростных воздушных и надводных целей крейсер защитили 6 зенитных автоматов АК-630 и 8 боевых модулей комплекса «Кортик». Опыт англо-аргентинского конфликта вынудил руководство Советского военно-морского флота заказать промышленности зенитный ракетно-артиллерийский комплекс ближнего действия. Всего 6 лет понадобилось тульским конструкторам Аркадию Шипунову и Василию Грязеву чтобы создать этот уникальный комплекс «Кортик». В нем впервые применена интегрированная радиолокационно-оптическая система наведения с элементами искусственного интеллекта. Это позволяет обстреливать до 6 целей в минуту. На дальности до 8 километров зенитные ракеты комплекса «Кортик» поражают низколетящие ракеты и самолеты. Прорвавшиеся цели расстреливаются 30-ти миллиметровыми автоматами. Их скорострельность в полтора раза выше, чем у автоматических пушек американской системы «Галкипер». Поэтому вероятность поражения целей стопроцентная. Зимой 2008 года тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» совершил очередной дальнеокеанский поход. Взаимодействуя с надводными кораблями, подлодками и ракетоносцами дальней авиации, флагман ярко показал, что российские вооруженные силы способны решать боевые задачи любой сложности. Слежение за нами осуществлялось практически с момента первого выхода в море, начиная с Баренцева моря и заканчивая возвращением базы на всем протяжении. Как непосредственное слежение авиации, так и кораблями наших соседей ближайших. Вели себя они достаточно корректно на определенном удалении, что, наверное, и подчеркило, что мы обладаем достаточной силой, мощью. В августе 2008 года в Миновороны России была утверждена концепция развития вооруженных сил на ближайшие 22 года. В соответствии с ней начаты научно-исследовательские работы по созданию облика принципиально новых авианосцев, которые в будущем перейдут в опытно-конструктор наиболее современные, наиболее эффективные, наиболее выгодные для решения военных задач виды вооружения мы будем создавать. Об этом неоднократно высказался президент Российской Федерации, говоря о том, что страна не будет жалеть денег на вопросы обеспечения своей военной безопасности. И только в этом условии страна может надеяться на то, что и экономические проекты могут быть эффективны решениями. Помимо комплексов самообороны и обычных самолетов и вертолетов, на новых авианосцев предполагается базирование и беспилотных летательных аппаратов. Планы применения таких кораблей будут интегрированы в различные проекты. Это одна из важнейших проблем обеспечения международной безопасности, нашей национальной безопасности. Если наши углеводороды пойдут, я имею ввиду и нефть, и жиженый газ на мировой рынок, мы должны обладать возможностью защитить свои морские коммуникации, а не доверять это дело какому-то дяде. По мнению специалистов, перспективные авианосцы в несколько раз повысят боевую мощь БМФ как в открытом море, так и в прибрежной зоне, осуществляя взаимодействие с системой противоракетной обороны и военно-воздушными силами. В будущем руководство флота планирует иметь до шести авианосцев на Тихоокеанском и Северном флотах. Их строительство должно начаться уже в 2013 году. Известный русский философ Николай Бердяев говорил, если Россия хочет быть великой и играть роль в истории, то это налагает на нее обязанность вступить развитие. Без этого решения страна попадет в безвыходное положение. Лишь на этом пути освободится ее дух и раскроется глубина. Сегодня строительство авианосцев и надводных кораблей с повышенными боевыми возможностями приоритетное направление военно-морской политики России. И это не случайно, ведь только такие гиганты способны гарантированно обеспечить мир и защитить национальные интересы страны в Мировом океане.